Ты, кстати, заметил, что теперь презентации Apple смотрят дома, в кругу семьи, взявшись за руки, с пачкой чипсов или попкорна в руках. Ты понимаешь, насколько Apple захватили наши мозги, что вот так мы воспринимаем эти презентации. Пацаны, сегодня у меня на футболе не будет презентации нового айфона. На шашлыки меня сегодня звали, я не пошел в кино и прочее. То есть, как будто какое-то семейное мероприятие или годное кинцо. Да, мы сидим и будем смотреть, куда уйдут наши тысячи долларов в ближайший месяц. На нового депо так не хотели? Нет, нет, презентация Apple перебила все рейтинги. Главные итоги презентации Apple 2018 года. Только что мой седьмой айфон стал старьем. Кстати, твой X тоже. Я его не выкину, старя. Ну понятно, ты его продажа, чтобы купить новый XS. Ладно, не будем о грустном. Вот буквально недавно закончилась презентация Apple и какие темы я затронул в этом видосе. Это новые Apple Watch, новые три айфона, новые операционки для часов и айфонов, цены на грядущие девайсы и даты их выхода. И первым девайсом стали Apple Watch четвертого поколения. Основным, самым бросающимся в глаза новшеством по сравнению с предыдущими поколениями стали увеличившиеся диагонали дисплеев. То есть с 38 и 42 миллиметров в предыдущих поколениях диагонали увеличились до 40 и 44 миллиметров соответственно. Ну улучшилась, конечно же, начинка, водозащита, некоторые элементы дизайна. И очень много времени Apple, как и в прошлом году, уделил слежке за здоровьем и спортивным образом жизни. То есть появились новые датчики сердцебиения, гироскоп и акселерометр. То есть в основном из всего можно извлечь появились две основные функции. Это электрокардиограмма, которую можно видеть на своем девайсе. То есть определенным образом запускать эту функцию и видеть, как у вас бьется сердце. Если у вас сердце замедленно бьется или как-то не так, неравномерно часы, а вам об этом сообщат. Улучшились динамики, шумодав. Теперь вы можете более качественно разговаривать по телефону. Связь держится лучше теперь при разговоре по часам. Что еще? У часов появилась такая функция. Если вы упадете, то есть если вы навернетесь, и часы вам говорят, что хозяин, вы навернулись, вам нужна помощь. Если вы в течение часа, нет, в течение минуты не отвечаете. Арсен, прости, Арсен. Я просто прокручиваю в голову эту ситуацию. Все, хорошо, давай. Ладно. Вот так вот это и функция стала. Если вы изменили положение в пространстве резко, то бишь упали, часы понимают это и сообщают вам, типа, хозяин, с вами все в порядке. И если вы в течение минуты не отвечаете, они запускают дефилибриллятор, короче, пускают шок по всему телу. Ладно, шучу. Они звонят, они предлагают позвонить в службу спасения, если вы не ответили, то есть сначала. А если вы не ответили в течение минуты, они звонят в службу спасения, и скорая едет к вам. И датчик GPS сообщает в службу спасения о вашем местоположении. Вот. Так часы заботятся о вашем здоровье. Ну, по сути, как? Apple сделали упор на самое такое болезненное. Сейчас там у населения здоровье не ахти, короче. Сердце и прочее, ожирение, там, пробежки, весогонка и прочее. Поэтому эта тема близка всем. Давайте, конечно, мы за здоровье цепанем, чтобы лучше продавалось. Вот. А по сути, что у нас будет в России? У нас не будет поддерживаться виртуальная связь. И Apple Watch, по сути, для нас, россиян, остается таким же бесполезным, дорогим аксессуаром, дорогими частиками, как и в прошлом году, и в позапрошлом. Часы, которые надо заряжать, которые вам будут сообщать, там, смс-ки, там, и прочее, там, или что вы много прошли сегодня. Ну, вот, короче так. А теперь к сладкому. Apple представил новый iPhone. И знаете, что обидно? Что обидно, что опять. Мы знали об этих iPhone еще больше, чем знали о прошлогоднем iPhone X. Вот все. Буквально за час до презентации, ну, может, за меньше. Вообще, я на одном из источников, из порталов нашел картинку, где вот полностью все характеристики были обозначены. Полностью. Лишь немножко ошиблись в цене. На все три девайса, короче. Так вот. Был представлен iPhone XS. Что у него нового? Ну, 10. И, кстати, увеличенный iPhone XS Max. Не плюс, как мы ожидали, а Max. То есть, Apple вводит новую немножко терминологию в свои названия. Так вот, как и ожидалось, 10S диагональю 5,8 дюймов, 10S Max диагональю 6,5 дюймов. И по габаритам его сравнили с iPhone 8. То есть, 10S Max по габаритам такой же, как iPhone 8, но при этом у него диагональ 6,5 дюймов. Тогда как у 8-го диагональ 5,5 дюймов. Вы представляете? Этот экран почти планшет. Новый процессор, ну, естественно, Apple A12 Bionic. Улучшена производительность на 40%. Новый со-процессор, отвечающий за нейросети, за машинное обучение. То есть, начинка была улучшена. Улучшились и фотосъемка, и видеосъемка благодаря совершенно новому фотомодулю. Двойная камера с оптической стабилизацией в обоих модулях. 12-мегапиксельная, передняя 7-мегапиксельная камера. Улучшился эффект боке, то есть, эффект размытия. Теперь у нас есть, если вы помните, на нескольких предыдущих моделях флагманов Samsung была регулируемая портретная съемка. То есть, вы можете глубину резкости регулировать теперь. Больше или меньше размывать кадр, ну, фон. Улучшилось, как говорится, опять же, на презентации это нам будет проверить, конечно, распознавание по датчику лица, картинка на экране. Улучшился звук динамика, он стал насыщеннее и громче, чем прошлогодний iPhone. А также появилась запись видео, запись звука при съемке видео в формате стерео. То есть, теперь записываемый звук при съемке видео стал еще лучше. Улучшились алгоритмы и HDR. Теперь Apple делает там очень много снимков при съемке в HDR. Ну и, соответственно, подбирает лучшее сочетание, лучшую динамику распределения света и выдает вам мгновенно, вот буквально задержка 0 секунд составляет, 0. И Apple мгновенно выдает вам качественный снимок. Вот такие вот изменения. И, кстати, увеличилось время автономной работы за счет процессора, построенного по 7-нанометровому техпроцессу. В iPhone XS Max вообще на полтора часа, по сравнению с предыдущими моделями, улучшена автономность. А далее был представлен iPhone XR. Кстати, не девятый, как ожидалось. И что интересно, наш Арсен провел такую аналогию, что Microsoft, что Apple избегают девятки в нумерации своих названий. Не знаю, с чем это связано. Может и связано ли это вообще и с тем, и с другим, и с чем-то еще. Ну, однако, Apple представил iPhone XR. Я не знаю, мне показалось, мне самому этот девайс показался интереснее, чем более дорогие его ранее представленные собратья. Мне даже показалось по реакции зала, что им больше понравился XR. Он, во-первых, дешевле, во-вторых, в нем интересная фишечка есть, которую, кстати, я сейчас озвучу. В нем много цветов. Коралловый, синий, белый, черный, красный, желтый. Я вообще обожаю сочетание желтого с черным. Так вот, цветов будет дофига. И красный, кстати, будет одновременно сразу в поддержку акции Product Red. Деньги будут отчисляться в фонд. Так вот, он получил диагональ 6,1 дюйм и LCD-дисплей. Apple заявили, что это лучшая на данный момент IPS-матрица, чем на рынке смартфонов. Процессор, я-то думал, и многие думали, что процессор будет прошлогодний, A11 Bionic, но процессор A12. То есть топовый этого года процессор, который будет установлен в более дорогих старших собратьях. И, в принципе, все как и у других, но камера получила один модуль. Но при этом, хоть один модуль, этот iPhone будет иметь портретный режим. И это круто. Если мы помним, таким мог похвастаться только Google Pixel. То есть это из мира андроидов. Google Pixel давал портретный режим, очень качественный, имея всего один фотомодуль. В отличие от других смартфонов, которые для этого использовали две камеры. И теперь iPhone XR наносит удар по печени, честно говоря, по многим смартфонам. И по пикселю, по-моему, тоже. Потому что у него есть эффект размытия, эффект боке. И, кстати, регулируемый тоже эффект боке. То есть вы можете изменять глубину размытия, глубину резкости, как и в старших моделях, имея всего один фотомодуль. Остальное, в принципе, то же самое. И, кстати, есть такая фишечка. Это разблокировка iPhone по нажатию. То есть тапнули по экрану, свайпнули вверх и iPhone разблокировали. На нем тоже есть Face ID, тоже есть челка. То есть дизайн в лучших традициях. Но этот iPhone будет дешевле. При этом имея практически все те же самые функции, что и старшие собратья. И теперь, кстати, приступим к ценам. iPhone XS будет стоить 999 баксов. И тут я немножко ошибся. Я думал, что самая старшая модель будет стоить 1000 баксов. XS будет на 100 баксов дешевле. Так вот, 1000 баксов стоит XS. С памятью 64 гигабайта. У нас, кстати, будет три варианта памяти. 64, 256 и 512. Представляете, теперь у Apple есть 512 гигабайт памяти. iPhone XS Max будет стартовать с цены 1099 баксов. То есть на 99 баксов дешевле, чем маленькая версия. А iPhone XR будет стоить стартовать с цены 749 баксов. То есть это у нас теперь бюджетный iPhone по еще недавно флагманской цене. Ну вот такие реалии. Еще и рубль 70, то есть доллар 70 рублей у нас теперь стоит. Так что придется потратиться даже на бюджетный iPhone. Вот. Задумайтесь перед тем, как начать продавать с Avito свою десяточку, кстати. И Арсен тут тоже. Да. И еще Apple показали весь модельный ряд, который сейчас будет выпускается и продаваться. iPhone 7 теперь подешевел. Он будет стоить 450 баксов. То есть iPhone 7 теперь, по сути, занял нишу iPhone SE. И вот вам ответ. Весной не был представлен iPhone SE. У многих пригорело. Все думали, что сейчас представят iPhone SE. Друзья мои, iPhone SE стал iPhone 7. iPhone 7 теперь самый дешевый iPhone. То есть iPhone относительно недорогой, но с флагманскими возможностями, характеристиками, качествами и прочим. iPhone 8 тоже подешевел. Он теперь начинается с цены 600 баксов. То есть 599 баксов. На 150 баксов он подешевел. Это дата релиза, кстати. Продаваться они начнут 28 сентября в России. А еще, кстати, насчет операционки. На Apple Watch прилетит WatchOS 5-й версии. И на айфоны наши все iOS 12, начиная с 17 сентября. То есть буквально через 5 дней мы все можем официально без бетки обновиться до новой оси. Которая, скорее всего, допиленная, доделанная. То есть без багов, без зависаний и прочих выкрутасов. Так вот, ждем, надеемся. Кстати, не знаю, для тех, кто задумался о том, почему я пропал. Меня почти полтора месяца не было на канале. Ну, для тех, надеемся, для тех немногих, кто все-таки соскучился. По мне, я хочу сказать, что я пилю сейчас видосы для нашего Инстаграм-канала, для нашего IGTV. О мобильных девайсах, о прочем. То есть там как-то более конкретно, даже больше, чем когда-то было для Ютуба. Так что, кому интересно, переходите в наш Инстаграм. Ссылка будет в описании. Смотрите видосы в IGTV. В Ютубе тоже будем продолжать пилить самые интересные темы. Чтобы быть в курсе, подписывайтесь на Инстаграм, на Ютуб. Смотрите меня. Мне будет приятно. Будем расти вместе с вами. С вами был Джамал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok